Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина и сегодня хочу показать вам посылочку, которая пришла ко мне с сайта Княгиня Ольга. Это наш украинский производитель, в основном они специализируются на заготовках для вышивки бисером, там есть как одежда, так и всякие декоративные прикладные вещички, так и заготовки для вышивки картин, но я нашла на сайте не только товары для вышивки бисером, в частности то, что вы сейчас видите на своих экранах, это фетр, это принтованный фетр, я слышала, что такой есть, но никогда до сих пор у меня его не было и вот воспользовавшись случаем, у меня появилось целых 4 листа, листы формата А4, первое это вот такой вот с сердечками, мне кажется здорово обратную сторону какой-то прикладной вещички оформить не просто в цвет подходящим фетром, а каким-то принтованным, такой вот с сердечками, на пасхальную тематику такие пысанки, очень красивый, единственное, что конечно его нужно как-то удачно применить, ну вообще очень красивый, и два новогодних, вот такой вот новогодний, видите, с игрушечками, конфетками и такой новогодний попроще, мне уже очень хочется куда-то его применить, но здесь действительно надо придумать что-то, чтобы он хорошо подходил к изделию, дождаться такой, такого шанса, такой возможности, но я очень довольна, что у меня появился такой фетр, и теперь в случае чего я смогу проэкспериментировать. Кстати, цена одного листа фетра, кому интересно, 20 гривен, я сейчас смотрю в накладную, а также у меня появилась еще одна ниточка для вышивки бисером, я всегда когда что-то заказываю, есть возможность, подкупаю, потому что эта вещь нужна всегда, и заготовки для вышивки бисером. Давайте, наверное, начнем с больших, мне здесь пришло несколько заготовок, которые я подбирала как парные, первое это у нас пионы, посмотрите, какая красота, здесь неполная зашивка, то есть здесь вышиваются сами цветы, вы видите, и зелень, то есть вот эти вот листочки, то есть полностью вся зелень, которую вы видите, она вышивается, а фон вот по уголкам не зашивается, я рассказывала, что я не сильно люблю частичную вышивку, но, как вы можете знать, если вы смотрите мои видео, я ее вышиваю, когда очень большой участок зашивки, здесь, мне кажется, участок зашивки большой, и то, что надо, очень мне понравились эти цветы, и здесь у нас количество бисера в штуках, вот, единственное, что, к сожалению, здесь нет подбора бисера, надо будет еще с этим разбираться, здесь его тоже нужно красиво подобрать, но сами заготовки мне очень понравились. Так, как я уже сказала, это у нас пионы, потом, давайте уже пройдемся по цветам, Так, это у нас розовый гибискус, смотрите, мне кажется, они здорово будут смотреться вместе, вот эти, вот эти, и мой любимый, это просто гибискус, очень красивый, мне кажется, что вот эти вот три будут очень здорово друг с другом смотреться, Это прям такая троица, мне кажется, что они все парные. Еще одна заготовка, уже не горизонтальная, а вертикальная, но тоже я не смогла пройти мимо, это магнолий. Видите, здесь уже она должна висеть отдельно, как мне кажется, здесь и ориентация другая, и немножко меньше зашивки, больше фона, то есть здесь вышивается, опять же, зелень, цветы, но очень мне понравилось, не смогла пройти мимо, и эти все заготовки у нас по 65 гривен, вот эти вот все четыре, так же, как и следующее, это вот такое дерево. Здесь особо не нужно думать о том, как подбирать цвета, потому что здесь один несчастный цвет, которого нужно будет пришить, если верить производителю, вот 5 тысяч 5 штук нужно будет пришить. Я видела это дерево раньше, и вышивки бисером, и вышивки крестиком, и разного размера, и вот увидела его на сайте книгани Ольга, и решила, что оно мне надо, поэтому есть у меня теперь вот такое вот дерево, и две заготовочки, которые пришли мне вообще с сюрпризом, я о них не знала. Первая это вот такая вот, это называется спасевский рушничок, то есть как бы рушничок на спас, да, праздник церковный спас, такой вот ангелочек с котиком, очень симпатичный, но, конечно, для рушничка такой маленький, то есть это совсем такой детский рушничок, но и детский сюжет. И вот такое вот прямо в тему сейчас, я знаю, что многие любят подобные вышивки, это по дякову чителю, это благодарность учителю, то есть здесь книжка, я так понимаю, что это предполагается на конец учебного года, видите, книжка, букет, орнамент такой украинский, и слова, что благодарность за непростой труд педагога. Вот, так что теперь мои рукодельные запасы пополнились новыми заготовочками, я вам их покажу буквально через два дня в видео второй части моих запасов, я их там уже сняла, и сейчас они у меня туда и отправятся. И хорошая новость для моих зрителей, мы совместно с торговой маркой книгини Ольха проводим конкурс, к сожалению, конкурс будет только по Украине, поэтому если вы живете не в Украине, лучше, чтобы у вас здесь был кто-то, на чье имя можно будет переслать ваш подарок, если вы победите, либо же вам придется оплатить доставку. Вот, к сожалению, так получилось. Значит, конкурс будет проходить с сегодняшнего дня, это 7 мая по 14 мая, и 15-го числа я подведу результаты конкурса, и мы выберем с вами трех победителей. Значит, третье место, победитель у нас получит схему для вышивки бисером А4 формата, второе место, это бант для вышивки бисером, понятное дело, и то и другое на ваш выбор, и первое место, это схема для вышивки бисером А3 формата, вот такая вот большая, как показывала я, и, конечно же, тоже на ваш выбор. И также я договорилась насчет 20% скидки, если вы захотите приобрести себе еще что-то, кроме одной схемы, а я думаю, что, скорее всего, так это и произойдет, то у вас будет одноразовая скидка 20%, мне кажется, что это тоже очень приятно, и вы сможете приобрести себе что-то еще. Что требуется от вас, это написать один комментарий под этим видео, желательно в этом комментарии указать, кроме прочего, что вы там захотите, написать еще какой-то способ с вами связаться, будь то ваша страница ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, я не знаю, почта, что угодно для того, чтобы, когда вы победите, я смогла с вами связаться, и мы вас долго не искали, это я наученная опытом моего предыдущего конкурса, где одну из победительниц мы искали, по-моему, неделю. Так что встретимся с вами 15-го числа, когда будем выбирать победителей. Спасибо всем огромное за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока!